Новые телевизоры Бравия с технологией MotionFlow 100 Гц. Рамка для семейного фото, стул и набор гвоздей. 1500 рублей по карте Мастеркард. Ещё гвозди, краска и молоток 2170 рублей по карте Мастеркард. Ещё гвозди, ещё краска, стремянка и пылесос 7700 рублей по карте Мастеркард. Семейные воспоминания бесценно. Есть вещи, которые нельзя купить. Для всего остального есть Мастеркард. Принимается от универмагов до мебельных магазинов. Привет, я на море. Послушай. Слышишь? Сейчас, сейчас, подожди. Вот ещё, слушай. Чего только не узнают друзья твоей поездки теперь, когда роуминг в два раза дешевле. Слышал? Звонки с курортов Испании, Турции, Болгарии, Греции и Кипра в два раза дешевле. Билайн. Живи на яркой стороне. Здесь, у могучего Килиманджару, чтобы стать настоящим мужчиной, каждый участник должен пройти сквозь дверь. Это крепкая дверь, и она под замком. Опыт подсказывает, что грубая сила нужна далеко не всегда. Этот мужчина добился своей цели. Честь и хвала ему и его запаху. Олд Спайс Килиманджаро. Трофей настоящего мужчины. Сделай паузу. Скушай Твикс. Точка от рыба на праздники телеканала «Спорт». Сегодня отличная погода. Солнце светит и заряжает своей энергией всех, кто пришёл на праздник. Экстремальное шоу с участием лучших представителей уличной культуры России. В принципе, виден подъём, уровень, желание ребят совершенствовать. Я думаю, дальше будет горячее. Сейчас только начало. То есть, как бы всё расходится. Завтра на телеканале «Спорт». Здесь спортивные снаряды имитируют движения животных и птиц. А площадка соревнований – природный ландшафт. Охота без пострадавших. Соревнования самых метких и хладнокровных стрелков России на первенстве страны в Подмосковье. Смотрите в пятницу, 15 июня. «Спортив». Чемпионат России 2007. Феноменальные нагрузки и годы тренировок. Ради самой главной секунды в Копьере. Сверхновые звёзды ринга рождаются прямо сейчас. У вас есть шанс стать свидетелем появления новых властителей боксёрского олимпа. Герои нашего времени. В трансляциях поединков с прославленных аренд планеты. Профессиональный бокс на телеканале «Спорт». В следующем поединке, который состоялся сразу за матчем Ирины Катихиной и Анастасии Вороновой, Юлия Прохорова уступила первой ракетке России Светлане Ганиной в трёх партиях. Со счётом 11-7, 11-9 и 11-6 выиграла Светлана. Вот ещё одна подоплёка интересная этого противостояния. Светлана Ганина – уроженка Нижнего Новгорода. И, в принципе, она также играет против своих, по сути. Анна Тихомирова и Татьяна Кулагина. Здесь тоже была очень упорная борьба. Анна Тихомирова уступила первый сет со счётом 8-11, но зато взяла верх в трёх последующих партиях – 11-6, 11-7 и 11-7. Ну и сейчас мы с вами наблюдаем уже за парной встречей. Анна Тихомирова и Ирина Катихина противостоят Татьяне Кулагиной и Анастасии Вороновой. Первый сет остался за спортсменками из Нижнего Новгорода – 11-6. Вторую партию выиграли спортсменки Деспо – 11-9. Интересное сочетание нижегородских теннисисток. Как я уже отмечал, Ирина Катихина – спортсменка защитного плана, в то время как её напарница Анна Тихомирова – остроатакующий игрок. Их соперницам немного попроще. В этом плане Татьяна Кулагина, опытнейшая Татьяна Кулагина, которая также является, между прочим, уроженкой Нижнего Новгорода. Так вот, сейчас, по сути, у стола находятся три спортсменки, представляющие знаменитую школу Нижнего Новгорода, которую многие узнали давным-давно, ещё по советским временам. Но если вспоминать последние результаты, то это, конечно же, по отношению к Светлане Ганиной. А если чуть-чуть углубиться в историю, ну, 90-х годов, скажем так, то можно вспомнить знаменитых братьев Мазунова. 2-2. Слишком торопятся, на мой взгляд, спортсменки из Владивостока выиграть. Этот матч, кажется, что у них есть небольшое преимущество по отношению к соперницам. Поскольку они, как я уже говорил, проповедуют остроатакующий стиль настольного тенниса. Анна Тихомирова выступает за клуб из Нижнего Новгорода, но сама она представляет Самару, воспитанница Виктора Павленко, мастер спорта. Спортсменка, которая находится на подступах к национальной сборной России. Вообще стоит отметить, что всего в составе этих двух команд выступали 5 членов национальной команды России. Все эти 5 членов национальной команды выступали на недавнем чемпионате мира. Это Светлана Ганина, Ирина Катихина, Юлия Прохорова, Анастасия Воронова и Анна Тихомирова. 5-3. Ну, нервная очень борьба. Наверное, после того, как счет стал 2-1, немного задергались спортсменки из Владивостока. Многие ожидали, что этот матч получится упорным, но не ожидали, что настолько. Забегая вперед, скажу, что первый финал игрался в 5 часов, можете себе представить. Я думаю, что этот результат достоин упоминания в книге рекордов Гиннесса. Я, если честно, на своей памяти и не припомню такого длительного поединка. 5-5 сумели сравнять счет Кулагина и Воронова. Огромное количество специалистов также присутствовало на трибунах. А в эти дни, когда продолжался суперфинал клубного чемпионата России, на заключительный день даже в Москву пожаловал президент Европейского союза настольного тенниса Стефана Бузи. 6-5. Анастасия Воронова на подаче. 7-6. Но продолжается война нервов. Целая гонка вооружений развернулась между командами как в клубном женском чемпионате, так и в мужском за игроков в межсезонье. 7-6. В большей степени, может быть, это касается мужского чемпионата, где совершилась настоящая революция. В Россию приехал играть даже один из сильнейших теннисистов планеты Чуан Чи Юань. Его мы еще в действии увидим, когда будем наблюдать за мужским суперфиналом. Ну а Десп играет тем самым чемпионским составом, который выиграл золото чемпионата страны в прошлом году. Катихина, Ирина и ее партнеры по команде будут пытаться вернуть себе звание сильнейшей команды России. Как я уже говорил, на Кубке страны удалось взять реванш у Деспа в прошлом сезоне. Удастся ли отобрать на этот раз высший титул Татьяна Кулагина. Эту спортсменку называли человеком с самым сильным топ-спином слева в России в свое время. Она родила ребенка и слишком много времени потребовалось ей, чтобы вернуться в большой спорт. Были даже большие вопросы относительно того, вернется ли она в большой спорт. Пять лет для этого понадобилось. Но несмотря на то, что этой спортсменке уже 31 год, она по-прежнему в строю. И можно сказать, что она самая опытная в составе обеих команд. Спортсменка, которая входила в свое время в национальную команду России. Ну и может быть, этот суперфинал клубного чемпионата России станет для нее новым трамплином для попадания в основную команду национальную. 9-9. Хороший шанс был у спортсменок из Владивостока завершить эту партию в свою пользу. Ну, здорово, Татьяна там начинала атаку слева, но отбились Нижегородки и 9-9. Интересные столы специально были привезены для этого суперфинала спонсором нашей федерации настольного тенниса России. Фирмы Стига. Стол такой необычный, как вы знаете, по углам обычного стола просто ножки. А здесь то интересное основание мы видим. Ну что, сетбол у спортсменок из Владивостока. Вот та самая пушка в исполнении Татьяны Кулагиной. 10-9. Анастасия Воронова показала жестом своему партнеру, какую подачу будет исполнять. И эта партия остается за Анастасией Вороновой и Татьяной Кулагиной. Клуб Деспо выходит вперед в этом матче со счетом 2-1. На первом столе третья партия за счетом 2-1-1-9 выиграла пара Воронова-Кулагина. Мегафон. Спонсор трансляции. Готовишься к экзаменам? Сделай паузу. Скушай Твикс. Перхоть возвращается снова и снова. Потому что ваш шампунь лишь смывает ее. Вы не устали от этого? Представляем новое поколение шампуней против перхоти Клея Витоабе. Клея Витоабе глубоко питает кожу головы и устраняет перхоть, предотвращая ее повторное появление. И сегодня. И завтра. А ваш шампунь способен на это? Клея Витоабе. Перхоти нет. Омбре. Новый аромат от балдосорини. Только для настоящих мужчин. За границей вы можете так и не понять, за что и откуда у вас такие счета. А с роумингом от мегафона за границей все понятно. Новое предложение отпуск позволит вам общаться на выгодных условиях во время отдыха за границей. Отправляйтесь в отпуск с мегафоном. Петрович, не могу, занят. Кто ж домой? Нет, нет. Я по делам. Импаза. Лекарственный препарат для естественного восстановления мужской потенции. Импаза. Для тех, кто идет домой или по делам. Здесь, у могучего Килиманджаро, чтобы стать настоящим мужчиной, каждый участник должен пройти сквозь дверь. Это крепкая дверь, и она под замком. Опыт подсказывает, что грубая сила нужна далеко не всегда. Этот мужчина добился своей цели. Честь и хвала ему и его запаху. Олд Спайс Килиманджаро. Трофей настоящего мужчины. Рамка для семейного фото, стул и набор гвоздей. 1500 рублей по карте Мастеркард. Еще гвозди, краска и молоток. 2170 рублей по карте Мастеркард. Еще гвозди, еще краска, стремянка и пылесос. 7700 рублей по карте Мастеркард. Семейные воспоминания. Бесценно. Есть вещи, которые нельзя купить. Для всего остального есть Мастеркард. Принимается от универмагов до мебельных магазинов. Новый Пепси Фрэш. Освежает по полной. Шампунь Head & Shoulders рекомендован центром Здоровые волосы. Нет шампуня от перхоти эффективнее, чем Head & Shoulders. Никакой перхоти в жизни красивых волос. Head & Shoulders. Волейбол. Мировая лига. Команда Владимира Олегна встретилась с каждым из соперников по группе С соревнований. Второй круг турнира. Наши спортсмены начинают домашними поединками против сборной Египта. Смотрите 16 и 17 июня. Волейбол. Мировая лига. Россия. Египет. Прямая трансляция из Казани. Каждый сезон с 1996 года сборной трех стран из Южного полушария сражаются за победу в Кубке трех наций по регби. В этом году команды Австралии и ЮАР в очередной раз пытаются отобрать трофей у действующих чемпионов и семикратных победителей турнира сборной Новой Зеландии. Дрэкбит. Кубок трех наций. На нашем канале. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В апреле хозяева поля заставили чемпиона поделиться очками. Майский поединок с серебряным призером завершился полным раскромом гостей из столицы. Дебютант Премьер-лиги не знает горечи домашних неудач. На очереди испытания не из легких. Матч с одним из фаворитов турнира. Российская футбольная Премьер-лига. 16 июня. В прямом эфире. Химки-синиц. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот сейчас снова мы видим, как рекомендации какие-то дает своим подопечным Владимир Воробьев. Человек, преданный спорту, преданный настольному теннису уже не один десяток лет. Преподаватель Российского университета физической культуры через его, ну, можно сказать, оттические руки прошел не один десяток даже теннисистов, даже, может быть, сотни. Он подготовил и чемпионов России, и призеров, и победителей первенства Европы. Нужно видеть, как этот специалист влюблен в свое дело, как он дни напролет проводит в залах, на тренировках. Он полностью без остатка отдает себя настольному теннису, энтузиаст своего дела. Наверное, можно сказать, что на таких людях и держится настольный теннис, а может быть, даже и спорт в целом. В нашей стране он заместитель заведующего кафедры теории и методики индивидуальных игровых видов спорта. В ближайшее время, может быть, состоится поездка на универсиаду, и как раз нашу команду набирает именно Владимир Воробьев. Ну а у нас, тем временем, четвертая партия. Я напомню, что Анна Тихомирова и Ирина Катихина уступают со счетом 1-2. Право на ошибку Нижегородки уже не имеют. Упорными были вообще поединки между этими командами в рамках регулярного чемпионата. В первом круге клуб ДЭСП сумел одержать победу в семи встречах. 4-3 счет был зафиксирован. Во втором круге уже 4-2. Таким образом, команда из Владивостока набрала 44 очка и заняла первое место на счету. Первой командой Локомотива оказалось 41 очко и второе место. Ну а, как я уже сказал, третье место заняла команда МГФСО. А четвертая, вторая команда Локомотива. Вот интересная такая деталь. По 35 очков набрали сразу три команды перед этим суперфиналом. Но за бортом суперфинала остался Санкт-Петербургский Евросип и Владимирский клуб Луч, который в прошлом сезоне завоевал бронзовые награды клубного чемпионата страны. 3-1. Тем временем Ирина Катихина и Анна Тихомирова вышли вперед. Вот опять та самая болезнь. Либо нужно пробивать этот мяч четко на стол и играть его очень уверенно. Анастасии Вороновой. Либо его вращать. А здесь ни два, ни полтора. 4-1. Ну, достаточно коротко сыграла сейчас Анна Тихомирова. Анастасия Воронова пыталась атаковать, но махнула мимо мяча. 5-1. Это уже солидное преимущество Нижегородок. Ну, сетовали некоторые теннисисты по ходу этого суперфинала, что немножко жарковато было в этом спортивном зале, новом на Преображенке. И таким образом слишком большая влажность стояла внутри этого здания. Ну, нетрудно, наверное, предположить, почему. Так сложилось. Какая температура стояла в Москве в начале мая. Успели сделать все, кроме нормального кондиционирования, но обещали все-таки привести в полный порядок в данный спортивный зал, который теперь, я еще раз отмечу, полностью отдан на откуп игрокам в настольный теннис. Юлия Прохорова наблюдает за игрой своих подруг по команде. Ну, вот не нужно вводить заблуждение, наверное, так телезрителей. В синемайке Юлия Прохорова, но представляет она на самом деле клуб «Локомотив ГЖД». 8-3. Ну что, будут отдавать эту партию Воронова и Кулагина, либо постараются зацепиться. 8-4. В матче за третье место вторая команда «Локомотива» сумела, кстати говоря, переиграть клуб МГФСО. В первом матче «Локомотив» одержал победу со счетом 4-0, во втором имел право на ошибку, но, тем не менее, добился положительного для себя результата. Железнодорожницы уступили со счетом 3-4, но взяли вверх по сумме двух поединков. Таким образом, впервые в истории вторая команда «Локомотива» стала бронзовым призером чемпионата России. Клуб МГФСО остался на четвертой позиции. Еще одна такая интересная деталь по отношению к Ирине Катихиной. Она является чемпионкой мира среди железнодорожников. 9-5. Не слишком ли рано расслабились нижегородские теннисистки. Тихомирова на подаче. Ошибается Воронова. И сетбол. Вот какие-то даже разногласия появляются в действиях Анны Тихомировой и Ирины Катихиной. 10-6. Нужно постараться им доиграть эту партию очень спокойно. И уже настраиваться на решающий сет. Не справляется с подачей Ирина Катихина. Да, возможно, в ее сердце еще застряла заноза от поражения в матче как раз с Анастасией Вороновой. Да! 10-8. Теперь нужно внимательно принять две подачи соперниц. И уже замаячит баланс для спортсменок с Дальнего Востока. Тайм-аут берет наставник Локомотива Юрий Глухов. Еще одним тренером этой команды является Владимир Шишкин. Вот в таком тандеме они очень давно уже руководят командой Локомотив ГЖД. Делают ставку эти тренеры на своих доморощенных теннисисток. Многие журналисты пытаются их расспросить о том, почему они не прибегают к услугам легионеров или хотя бы к теннисисткам не из Нижнего Новгорода. Но так себя позиционируют нижегородцы, что они воспитывают резервы для национальной команды России в Нижнем Новгороде и будут пытаться делать все возможное, чтобы в Локомотиве играли только нижегородские теннисистки. Хотя в этом году, как мы видим, Юлия Прохорова выступает в составе этого клуба. Вы посмотрите, что происходит. Счет сравнивается. 10-10. Анастасия Воронова и Татьяна Кулагина, по-моему, что-то невероятное сумели сотворить и не помог даже тайм-аут, взятый при счете. 10-8. Напомню, что Анна Тихомирова и Ирина Катихина вели со счетом 10-5. И даже появилась улыбка на лицах этих теннисисток в какой-то момент времени. И вот как дорого аукнулась эта минутная расслабленность для спортсменок из Нижнего Новгорода. Впрочем, еще один сет-болл зарабатывают Катихина и Тихомирова. Татьяна Кулагина. Очень собрано. Очень опытный турнирный боец. Можно сказать, что твердый третий номер дальневосточной команды. И снова счет сравнивается. Здорово все исполнила Таня Кулагина открытой ракеткой. Ударила по этому высокому мячу. Не ошиблась. И счет сравнялся 11-11. Отлично начали атаку и хорошее завершение. Матч-болл у команды ДЭСП. Вы видите, как реагирует скамейка дальневосточной команды. Переживает очень за своих подруг по команде Светлана Ганина. 13-11. Тихомирова и Катихина уступают в этой встрече. Таким образом, счетовый матч стал 3-1 в пользу команды из Владивостока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Перхоть возвращается снова и снова, потому что ваш шампунь лишь смывает ее. Вы не устали от этого? Представляем новое поколение шампуней против перхоти Клея Витаабе. Клея Витаабе глубоко питает кожу головы и устраняет перхоть, предотвращая ее повторное появление. И сегодня, и завтра. А ваш шампунь способен на это? Клея Витаабе. Перхоти нет Когда перхоть лезет в твою жизнь, Head & Shoulders поможет от нее избавиться. На все 100%. Свободен от перхоти? Уверен в себе. Head & Shoulders Рамка для семейного фото, стул и набор гвоздей. 1500 рублей по карте Мастеркард. Еще гвозди, краска и молоток 2170 рублей по карте Мастеркард. Еще гвозди, еще краска, стремянка и пылесос 7700 рублей по карте Мастеркард. Семейные воспоминания. Бесценно. Есть вещи, которые нельзя купить. Для всего остального есть Мастеркард. Принимается от универмагов до мебельных магазинов. Новый Митсубиши Ланцер. Встречай будущее. Привет, я на море. Послушай. Слышишь? Сейчас, сейчас, подожди. Вот еще, слушай. Чего только не узнают друзья твоей поездки теперь, когда роуминг в два раза дешевле. Слышал? Звонки из курортов Испании, Турции, Болгарии, Греции и Кипра в два раза дешевле. Билайн. Живи на яркой стороне. Здесь, у могучего Килиманджару, чтобы стать настоящим мужчиной, каждый участник должен пройти сквозь дверь. Это крепкая дверь, и она под замком. Опыт подсказывает, что грубая сила нужна далеко не всегда. Этот мужчина добился своей цели. Честь и хвала ему и его запаху. Олд Спайс Килиманджаро. Трофей настоящего мужчины. Точка отрыва на празднике телеканала «Спорт». Сегодня отличная погода, солнце светит и заряжает своей энергией всех, кто пришел на праздник. Экстремальное шоу с участием лучших представителей уличной культуры России. В принципе, виден подъем, уровень, желание ребят совершенствовать. Я думаю, дальше будет горячее, сейчас только начало, то есть как бы все расходится. Завтра на телеканале «Спорт». Феноменальные нагрузки и годы тренировок. Ради самой главной секунды в карьере. Сверхновые звезды ринга рождаются прямо сейчас. У вас есть шанс стать свидетелем появления новых властителей боксерского «Олимпа». Герои нашего времени. Трансляция поединков с прославленных арен планеты. Профессиональный бокс на телеканале «Спорт». Бильярдные звезды континента. Лучшие игроки национальных федераций. Они встретились, чтобы поставить точку в споре за титул и славу чемпиона Европы. Компромиссов не будет. Русский бильярд. Чемпионат Европы. Ну а вот и лидер дальневосточной команды Светлана Ганина, на которую делалась основная ставка в этом поединке, как и во всем чемпионате России. Она вернулась только в прошлом сезоне из Германии, где играла за один из клубов Бундеслиги. Встречается она со своей знакомой, со своей подругой, можно сказать, по сборной России, Ириной Катихиной. Первые четыре партии завершались с переменным успехом. Катихина проиграла первый сет со счетом 9-11. Во втором взяла верх со счетом 11-3. В третьем снова уступила, можно сказать, на больше-меньше 9-11. И выиграла четвертую партию 11-9. В матче игроков защитного плана очень часто вводится правило 13 ударов. Вообще на одну партию в настольном теннисе по новым правилам отводится 10 минут. По истечении этих 10 минут судья начинает считать удары. И по истечении этих 12 ударов с одной стороны подающий проигрывает очко, если мяч остается на столе. Но здесь мы видим, что обе спортсменки все-таки начинают атаку, как Ирина Катихина, так и Светлана Ганина. Светлана Ганина, кстати говоря, очень здорово смотрелась на чемпионате мира в матче 1-8 финала против китаянки Ли Сяося. Ну вот сейчас очень нервно смотрит на часы даже Владимир Александрович Воробьев, наставник клуба Деспо, видимо, предполагая вот те самые 12 ударов. Это своего рода лотерея. Так вот, в матче 1-8 финала против Ли Сяося, несмотря на итоговый счет 0-4, Светлана Ганина смотрелась более чем достойно. Такое впечатление, что имени испугалась китайской спортсменки Света. Если бы ей не говорили, с кем она играет, и если бы она не смотрела на свою оппонентку, то складывается такое впечатление, что россиянка даже может не то что навязать борьбу, а может и выиграть ту встречу. К огромному сожалению, не получилось. Сразу после того поединка Светлана отправилась в Россию. Не стала она до конца чемпионата мира задерживаться и не стала наблюдать за тем, как китаянки разыграли золото чемпионата мира в Сербии. Досталось оно китаянке Го Йо, и выиграла она медаль высшего достоинства в соперничестве как раз вот уже с упомянутой мной Ли Сяося. 3-1. Ирина Катихина имеет, пусть и небольшое, но все-таки преимущество в этой партии. В таком матче все будут решать какие-то мелочи, какие-то детали. Здесь важна концентрация, и, наверное, прежде всего. Начала атаку Ирина Катихина. Не справилась. Света и счет стал 4-1. Как же тяжело девушкам, когда буквально несколько дней назад ты со своей подругой по команде плечом к плечу стоишь, отстаивая цвет российского флага, а теперь им приходится разойтись по разные стороны баррикад и играть друг против друга. Но это клубный чемпионат России. Здесь уже не убавить, не прибавить. Длительный розыгрыш. И, конечно же, несоизмеримо возрастает цена ошибки. Ни Ирина, ни Света не форсируют события, не идут вперед, не начинают атаку. Ну вот, взорвалась Ирина Катихина, и счет стал 5-1. Наверное, зря все-таки выжидала Светлана Ганина, что ошибется ее соперница. Здесь уже сказывается безусловная и усталость. Многие специалисты сетовали на то, что в календаре слишком близко друг к другу стоят чемпионат Европы и чемпионат мира. С перерывом всего в один месяц проводилось континентальное первенство и чемпионат планеты. Ну и, как я уже говорил, буквально через неделю по завершении чемпионата планеты стартовал суперфинал клубного чемпионата России. Выйти на пик формы трижды в течение двух месяцев невероятно тяжело. Ну, теперь уже взорвалась Света Ганина. 5-1. Она выпускница того же самого училища Олимпийского резерва номер один из Дюшор номер 13, что и Ирина Катихина. Они практически ровесницы 78-го года рождения Светлана Ганина, Ирина 80-го года рождения. Два лидера нынешней сборной России. 5-3. Ну вот после смены сторон у Светланы Ганиной что-то начало получаться. Тайм-аут берут нижегородские тренеры. Небольшая заминка. Здесь такой спор возник, кто брал предыдущий тайм-аут клуб из Владивостока или из Нижнего Новгорода. Ну вот разобрались. Все-таки минутный перерыв. Есть время перевести дух и у Ирины Катихиной, и у Светланы Ганиной. Приходилось даже спортсменкам давать нашатырь по ходу этого напряженнейшего матча. 5-3. Ирина Катихина впереди в решающей партии. Я напомню, что клуб Локомотив уже не имеет права на ошибку. Десп впереди со счетом 3-1. Может так получиться, что придется считать не только партии противостояние этих команд, но и очки. Если, скажем, в первой игре будет зафиксирован счет 4-3 в пользу Владивостока, а во второй игре 4-3 в пользу Локомотива, то будут считать партии. И если и эта разница окажется одинаковой, то уже пойдет в расчет разница выигранных и проигранных очков. Ну вот, похоже, что перерыв пошел на пользу Ирине Катихиной. Такое впечатление, что у нее побольше физических сил еще осталось на этот матч. Вот Светлана тоже умеет атаковать слева. У нее сильнейшая сторона в атаке это левая, в то время как у Ирины Катихиной правая в 8-3. Повезло сейчас немного Нижегородке. Ну, точнее говоря, спортсменке, которая в этом матче представляет Нижний Новгород, поскольку Светлана Ганина также Нижегородка. Ну, плечом к плечу эти теннисистки вместе становятся и на чемпионате России. Лично командным проводится он уже по региональному признаку. Так вот, как раз нижегородские теннисистки Катихина и Ганина отстаивают честь Нижегородской школы настольного тенниса. 9-3. Охоже, все ясно в этом поединке. Впрочем, не нужно хранить раньше времени шансы дальневосточного клуба. Мы видели, что в парной встрече Кулагина и Воронова также уступали вроде бы безнадежно в четвертом сете со счетом 10-5, но сумели не только сравнять счет, но и одержать победу. 9-4. 9-5. Ну вот теперь уже и шанс появляется у Ганиной. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, кажется, что эти теннисистки могут держать мяч на столе бесконечно долго. Но вот в качи, используя сленг как раз игроков защитного стиля, скажу, что в качи здесь переиграла Светлана Ганин на свою оппонентку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поймала. Поймала в правый угол Ганина Катихину. 9-7. Не рано ли я похоронил шансы Светланы Ганиной в этом поединке? Она, еще раз напомню, может завершить первый финал в пользу своей команды. 3-1 в пользу Деспа на данный момент. Начала атаку слева и 9-8. Если бы не неудачное начало этой решающей партии, думаю, все было бы по-другому. Уступала со счетом 1-5 Ганина. 3-7. Вот теперь пытается догнать изо всех сил свою соперницу. 1-5 Ганина. Не стала завершать розыгрыш Ирина Катихина. Такое не сильное начало атаки. Но вот намного мощнее атакует Светлана Ганина. 9-9. Буквально со стола смахивала мяч сейчас Светлана Ганина. Вот уже и парни из Деспа расположились на трибуне, чтобы поддержать своих боевых подруг. Десп уже завершил первый матч за третье место и завершил свою пользу со счетом 4-1. Должение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Вот это да! Просто праздник какой-то для команды из Владивостока. Светлана Ганина получила матч-бол! Ну, по большому счету, друзья, если положить руку на сердце, то, в принципе, стоит сказать, что такой теннис не приносит успеха ни на мировой, ни, наверное, уже на европейской арене. Такой пассивный настольный теннис. Китаянки просто убивают большинство таких мячей. Вообще, китаянки очень хорошо играют по защите, азиатские теннисистки в целом. Можно сетовать на то, что встречаются соперницы защитного стиля и здесь немного другая тактика, но, тем не менее, в таких матчах происходит некое привыкание, от которого потом трудно избавиться. Да, 10-10! Сумела отыграть матч-бол Ирина Катихина. Клуб из Нижнего Новгорода висел в буквальном смысле на волоске только что. Если бы этот розыгрыш остался заганенной, клуб Деск повыиграл бы первый финал со счетом 4-1 и во многом предрешил бы уже исход этого противостояния. Но еще ничего не закончено. Просто гробовая тишина сейчас. В спортзале стоит. Зрители буквально замерли в ожидании, кому же достанется этот розыгрыш. Больше-меньше в решающей партии. И теперь уже матч-бол имеет Ирина Катихина. Какие же нервы нужно иметь в такие моменты. Встречаются два лидера. Ирина Катихина и Светлана Ганина. 11-10! Матч-бол у Катихиной. Ошибается Светлана Ганина и со счетом 12-10 выигрывает решающую партию Ирина Катихина. Счета в матче становится 3-2. Нижегородки немного сокращают свое отставание. Матч-бол у Катихина и Светлана Ганина и со счетом 12-10 выигрывает решающую партию Ирина Катихина.